Плюс, плюс. Хорошо, вопрос тем тогда, кто с криптовалютой, ребята. Что вы можете сказать про биржу криптовалюты под названием Paxful? Плюс, плюс. Мне кажется, те, кто занимается криптовалютой, должны слышать о ней. То есть, они должны знать о ней. Я скипнул, потому что я был занят, Антик. Да, как они эквивалентны тому, что тебя и будут в жопу? Если нам приятно срать, значит, нам приятно, когда нам половой орган в жопу вставлять. Значит, мы их все... Нет, не обязательно. Не знаю насчет нее, сам юзаю. Проблем нет. Не сталкивался? Очень жалко. Хотел узнать ваше мнение, на самом деле. Блин, что, прям вообще никто, ничего? Да, я слышал про нее. У меня друг создал ее. Блядь, охуенно. Блядь, очень, на самом деле, очень, на самом деле, жалко. Вот отстой. Самая авторитетная Бинанс. Слава богу, вы здесь. Да, я здесь. Здрасте. Проданс пропала. Еще утром куда-то ушла из тех... Слушайте, а на Бинанс, который Бинанс, это же просто биржа такая же, как, например, как Авито, грубо говоря, да? Только криптовалюта. То есть ты там с людьми торгуешь, то есть у тебя люди покупают, люди продают, и вот вы там коммуницируете на этой площадке и обмениваетесь с криптовалютой. Продаете, покупаете. Ну, то есть, по сути, Авито для криптовалюты. Да? А как там решается вопрос, например, с чуваками, которые наебывают, потому что, ну, их же везде дохуя. Ну, грубо говоря, все площадки торговые, типа Ибэя, типа Авито, типа Бинэнса, там же, ну, дохуя людей, которые могут тебя попытаться наебать. Как это вообще? Как это работает? Я волнуюсь. Вдруг что случилось? Я найду ее. Наш пи... Ну, шо нет, блядь? Шо нет? Шо нет, блядь? Наебщиков там нет, ебаный рот. Нос поможет взять след, у него чуткий нос. Пошли! На любой торговой площадке есть на ее... Да, нет? Блядь, и почему их там нет? Она постоянно жмет из него масло. Не пущу ее больше. В толк не возьму. На кой черт ей столько надо? А почему, а почему внезапно мошенники не используют Бинэнс? Мне просто интересно. Потому что потому. Понятно, ты нихуя не знаешь, я понял. Короче, там... Ты выставляешь за определенную сумму на продажу тот, у кого есть деньги, покупает. И наоборот, биржа-посредник. Это понятно, что биржа-посредник. Но на любой бирже, блядь, есть возможность наебать людей. Типа, я не знаю, например, на лоха. Мол, например, чувак покупает у тебя биткоины. Ты отправляет тебе деньги, блядь. Ты говоришь, например, мне нихуя не пришло. А он говорит, пришло. А ты говоришь, нет, мне на самом деле сейчас ничего не дошло, блядь. И отменяешь там сделку или еще что-нибудь такое. Короче, есть же схем дохуя, блядь, понимаешь? Вот всяких таких. На чуваков странных. Ну, то есть, там всякая-всякая хуйня. Слишком тупые для крипты? Нет. Нет. Наебщиков дохуя. Так ты не купишь там? Для этого посредник есть? Нет, подожди. Подожди. А, подождите, постой-постой-постой-постой-постой-постой. Там сделки происходят через внутренний кошелек платформы. Вот она была тут. То есть ты... Уже близко. Наверное, стоит разделиться. То есть ты должен занести деньги на платформу, а после этого ты должен... Или как это, блядь? Короче, я так понимаю, мало кто знает как. Блядь, ладно. То есть напрямую, например, сделка не проводится. Например, я не знаю, чувак говорит на PayPal. И вот вы сидите в чате Binance, грубо говоря, и чувак подтверждает. Да, деньги на PayPal, например, пришли. Или там этого нельзя сделать. Там исключительно только через кошелек внутренний. А, вон она нашел. Так, защитите от медведя, лол. Значит, она нарвалась, конечно. Плюс шкура. Плюс шкура. Но это не его оригинальное имя. Ребят, я... Я не для себя... Я не для себя узнаю. Не я занимаюсь криптой. Просто ко мне... Ко мне пришло... Ко мне пришло просто предложение посотрудничать с одной вот биржей криптовалюты. И я как бы не дал добро. Потому что я хочу понять получше, как это работает. И что это такое. Они хотят разыгрывать биткоины. Блядь. Ну, не целиковые, а часть биткоина. По-моему... Блядь, если я не ошибаюсь... Короче, несколько раз в месяц. Вот. Типа раздавать часть БТСа. Ну, вроде как. Короче, криптовалюты, по-моему. Я сейчас точно не скажу, блядь. И я хочу пытаться... Ну, я пытаюсь разобраться... Вообще, как что работает. И вот как... Какие вообще есть риски. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Куда регаться? Никуда регаться пока не надо. Я еще ни с кем не сотрудничаю. Я пытаюсь разобраться в вопросе. Звучит как хрень? Ну, почему звучит как хрень? Если это обычная биржа криптовалюты, то... Здравствуйте, Коннор. Блядь. А eBay? А... Не знаю. А какой... Авито? Звучит как хрень? Типа, что за бред? Просто я пытаюсь разобраться, как что работает. Вот и все. Да нет. Чтобы понимать вообще... Не буду расспрашивать. Стоит ли это того? Но если я чем-то могу помочь, скажите. А, ну тогда вопросов нет, ребят. Я понял. Ничего. Он отчасти и так знает. Коннор, вы знаете, мы давно хотим ребенка. Очень давно. Но до сих пор ничего не выходит. Мы начинаем отчаиваться. Природу нельзя торопить. Она под... Там главный подводный камень, выведешь ты свои бабки с непонятной биржи или нет. Они могут нормально работать, а потом наебать и уйти в закат. Но насколько я прогуглил, вот по каким-то первым этим, ну, каким-то источникам, да, они типа работают пиздец, как давно и работают на куче рынков зарубежных и этих, поэтому... То есть это не какая-то там биржа-однодневка. Так что я вот пытаюсь просто разобраться, как это работает и насколько вообще это может быть интересно и так далее. Да нет никакого рекламного стрима по Геншина, нет никакого добра, Босс Рилли, уберите, блядь, из головы эту хуйню. Просто закинули удочку, это просто предложение, просто предложение, предложение не значит стрим. Вообще никак нихуя. Потому что я могу не согласиться на условия, они могут не согласиться на условия, есть куча вещей, нет никаких стримов по Геншин Импакт, никаких рекламных договоренностей не существует. Для самых тупорылых повторяю, уже 50-й раз, блядь. Нет никаких договоренностей, и никакого стрима не будет. Когда он будет, я скажу. Сейчас нет никаких стримов, и они не планируются, абсолютно, никогда. Блядь, только я здесь походу смогу... Блядь, вот это бред, конечно. Конечно, здесь вот переплыть можно, но вы не можете здесь нигде залезть. Ребята, биржа называется Паксфу. Вот я хотел поговорить с человеком, который... Ну, я так понимаю, здесь нет людей, которые нормально хуярят по крипте. Нормально. А вот тут можно залезть вроде как. Мне нужны... Мне бы хотелось поговорить вот с человеком, который... Ну, короче, в крипте, грубо говоря, разбирается, и как-то ей занимается, более-менее. Но здесь, увы, у нас нет таких, блядь. Эх, жалко на самом деле. Давай, взломщик в поместье. Так я здесь. Найди их, я тут разберусь. Понятно. Мы же репотеки с завода. Ну, да, да, чат, так и есть. Задержите, вора. Написано, цель уничтожена. Ебать тут глубоко, охуеть. Почитай отзывы по фак... по паксфул, там все грустно. Да, понимаешь, в чем вся проблема этих отзывов? Почитай отзывы об Авито. Почитай отзывы, блядь, о Эбэе. Понимаешь, в чем вся проблема? Там, естественно, дохуя, блядь, негатива, потому что... А... Я его убил, блядь. На отзывы очень трудно... Ща. В чем дело, Коннор? Я видел, ты за кем догнался. Он хотел вломиться в твой дом. Но я с ним разобрался. Что? Женщины. Скажи, там все целы. Ты должен был быть там. Что? Я же сказал, ты мне был не нужен. Нормально, нормально, вроде, сейчас. Как же, до тебя доходягу только оставь без присмотра. Ну, убил, но бывает, ну че. Ну, смотри, если что с Дианой... Так вот, проблема отзывов таких площадок, ребята, что... Там огромное количество долбоебов пишут отзывы, что... Меня выебали, меня наебали, блядь. Ну, естественно, блядь. Потому что ты там долбоеб. И из-за этого что-то плохое. Но платформа не может контролировать этот вопрос, понимаете? Вот типа как Авито, опять же, какой-нибудь Ибэй. Ну, то есть ты здесь должен как-то сам, там, я не знаю, не переводить деньги вслепую, блядь. Ну, какие-то обычные меры безопасности. Поэтому очень тяжело мониторить отзывы по таким платформам, потому что они всегда негативные. Они всегда негативные, понимаете? Они всегда хуёвые, эти отзывы. Всегда. Поэтому, блядь, я хотел поговорить с человеком, который разбирается, который бы мне сказал, типа, да, заебись или да, хуйня. То есть человек, который имеет опыт. Опыт, понимаете? Не дурачок какой-нибудь, который там, блядь, не знаю, вслепую переводит деньги, а потом пишет, блядь, отзыв, что вот хуйня всё, блядь. Ставочки? Ну, пустим, модераторы поднимут ставочку. Спасибо большое, Найзан. Чего, блядь? Папа и Гот придерутся, разнимите их! Ну, пойдём, блядь. Пойдём, блядь, разберёмся с твоим батей, нахуй, пойдём, блядь. Четвёртую часть будешь проходить? Ну, планирую. А, чё делать-то надо, блядь? Чё, блядь? Блядь, я не понимаю, нахуй. Я тебе мозги-то вправлю. Ничего не объяснили, блядь, просто. Мне нужно держать на них, блядь, или что? Я тебя... Я из тебя сделаю котлету. Блядь, блядь, тебя проучи. Блядь, 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 никогда не думал, что разбивать двух мужиков так тяжело. Тебя только так и заткнёшь. Блядь, ну забавно, пиздец. Убедитесь, что драка больше не повторится. То есть, надо теперь с ним поговорить. Хочу сказать спасибо за рекламу Тинькофф. Помимо того, что теперь имею охуенную карту с приколюхами, которых у меня не было, так ещё я начал инвестировать в Тинькофф инвестициях и получил подарочные акции за прохождение обучения. Блядь, обскур, вот видишь, нахуй, пиздец, да, сидел на стримах вроде. Хоп, реклама, хоп, заинтересовался, оп, оп, и уже пытаешься заработать какую-то копеечку. Не за что, не за что. В порядке? Круто, на самом деле. Не за чем это делать. Круто, что полезно. Круто, что полезно. Я очень радуюсь, когда реально прям, ну... Он просто баран. Он скоро остынет. Надо просто подождать. Так что обскуры, это поздравляю тебя, да. Поздравляю. Нисколько ему заплатили? Нисколько, ребят. Паспорт ему верну, блядь, за это. Тебе еще злишься, Готфри? Я? Хе-хе, да ничуть. Терри просто вспыхивает, как труд, а я этого не спускаю. В общем, ерунда. Отойдет. Да и куда ему со мной тягаться? И часто вы так? Хе! Я как раз Лансу говорю. По нашим ссорам хоть календарь составляй. Так что не волнуйся, Коннор. Хотя спасибо за заботу. Еще вскоре, а? Вот так вот, вот так вот, блин. Лесорубы третьего уровня теперь производят товары у нас. Улучшаем мы наше поместье. Ну и все, пока миссий больше нет с поместьем. Предлагаю пойти вот сюда, сдать ему всякую хуйню, которую мы нашли. Вот. И потом, соответственно, уже пойти в этот. Еще есть? Давай-ка поглядим. Славные находочки. Хвалю. Заработал еще одно письмо. Давай. Так, сейчас письмо покажут. У нас еще одно назначение. Письмо Эйблу Оуэнсу. Эйблу Оуэнсу. С тех пор, как мы в последний раз поднимали кружки за наше здоровье, многое изменилось, и похоже, что нескоро мы опять встретимся за столом, поэтому я скрылся у побережья Массачусетса. Сомневаюсь, что этот остров носит хоть какое-то имя. Люди короля дышат мне в затылок, и я чувствую себя неуютно, когда они поблизости. Тот свитер, что ты найдешь в этой посылке, имеет огромное значение для меня. Для меня он важнее, чем походы за добычей и драгоценностями, сокрытыми по всему миру. Это должно остаться в секрете, поэтому я прошу тебя не открывать и не читать содержимое свертка. Всегда носи его с собой и защищай его ценой своей жизни, до тех пор, пока я не найду тебя. Мне не удалось избавиться от последователей так быстро, как я на это рассчитывал. Но мы с тобой знаем, что это лишь вопрос времени. Будь осторожен и мудр, капитан Уильям Кит. Я только сейчас понял, что баннер с коробками можно свернуть. Баннер с коробками не только можно свернуть, но его еще можно вообще полностью отключить, чтобы даже не было свернутой штучки. Блядь, серьезно, ребят? Это нужно объяснять? Окей, давайте я сейчас вам маленький ликбез сделаю. Пиздец, нахуй. Смотрите. Как вы, блядь, живете, чат? Я вообще не понимаю. Смотрите, появляется вот такая штука. Видите? Видите? Значит, здесь вы можете проголосовать за ящик, который вам больше нравится. Здесь вы можете прислать мне челлендж. Вам нужен для этого код с пачки 5, который находится внутри упаковки. Пишите текст челленджа и код, и далее. А вот здесь можете посмотреть челленджи, которые отправляли не только мне, но и другим ребятам. Вы сможете здесь примерно понять, какие челленджи 100% проходят. Понимаете, да? То есть, по этим челленджам, которые вот здесь отправляют люди, вы можете понять, как это работает. Я, кстати говоря, буду премного благодарен, если вы отправите челлендж. Это крайне-крайне важно, ребята. Поэтому, ну, не ленитесь. Не ленитесь, вот. И это будет вашим ориентиром. Теперь, вот здесь сверху вы можете свернуть. Когда вы сворачиваете, вот здесь появляется такая штучка. Но если она вас тоже раздражает, можно сделать вот так. И все. Письмо Хендрику Вандер Хеллу. Хендрику Вандер Хеллу. Хендрик, ты мой самый доверенный советник и ближайший друг. Я молюсь, чтобы это письмо нашло тебя живым. Ты знаешь о том, что было у меня. И о силе, сокрытой в этой вещи. Они жаждут заполучить ее. Я не знаю, кто они, но я уверен, что они действуют не от имени Короны. Они что-то другое, что-то тайное, что-то безжалостное, что-то обладающее силой за пределами разумного. Это пугает меня сильнее, чем что-либо в моей жизни. Я скрываюсь на ферме, недалеко от Бостона, в последней, самой отчаянной попытке избавиться от них и не попасть к ним в руки. Я послал тебе последнюю часть моего драгоценного свитка, который приведет меня к тому, что я запрятал. Сохрани его ради меня, они следят за мной. Если я выберусь из этой передряги, я найду тебя. Если нет, унеси эту тайну с собой в могилу. Капитан Уильям Китт. Снова ты? Принес чему-нибудь? А у меня, кстати, нет ничего. Ты обалдел, парень? Это ж сущие гроши. Да-да. Такое только с компьютером можно сделать? Ну, видимо, да. Если у тебя нет на телефоне, то, ну, наверное, значит, ты понял. Ебать! Тринадцать ты! Нихуя апгрейд кораблей! Какой же дорогой! Давайте пушку шуи прикупим. Ну, хотя бы так, для начала. Ебать, как дорого. Так. Награда за задание. Ебать, блядь, что это такое, нахуй? А это что такое? Сундук мертвеца. Корабль-призрак. Ёб твою мать! Погоня какая-то. Разрешите суда, угрожающие Мартас Виньярду. Приступить к заданию. Давайте. Погода неплохая. Ну, кстати, погода, да, неплохая. Будем маршские миссии сейчас делать. Славно снова выйти в море. А вот небо мне не нравится. Для вас и восход солнца дурной знак, мистер Фолкнер. И где эти рейдеры? Бог знает, где их носит. Наверное, к востоку, у побережья. Мисс Мэнди говорит, там в шхерах полно британских канонерок. Они угрожают Виньярду. Сменишь костюм, но потом, когда будем в магазине. Нихуя они его пробили, блядь, лол. А кого ебашить-то? Ему больше не угрожают. Удерживайте англичан, пока он не причалит к Виньярду. Серьезно, блядь? Алло. Да ему уже пизда, блядь. Отвлеките их. Ему там уже пизда просто ебанутая. Реально охуеть можно. Как мне его сейвить-то? Что такое? Надо защитить мирное существо. Что вы делаете? Им нужна наша помощь. Да я чё делаю, блядь, дебил ёбаный. Блядь, мимо. Мне кажется, я задавил лодку. А, не. Блядь, ну на кораблях весело. Спасибо большое промо за 14 месяцев. Да ёп твою мать. Самилить мирное судно. Самилить, миссер. Они скоро его догонят. Ему больше не выдержать. Да мне больше не выдержать. Да сколько можно-то? Ёп твою мать. Не, ну их просто дохуя, ребята. Их просто дохуя. Это я снупер, конечно. Бля, почти. Надо защитить мирное судно. Хули. Мины, капитан. Какие, блядь, мины? Мины, капитан. Взорвите их или используйте. Главное, сами не наткнитесь. Блядь. Использовать? Как? Стреляйте в них из фальконетов, когда враг подойдёт к ним близко. Есть, сэр. Ну и чё, они будут подходить? Да, я понимаю, мы должны обязательно их уничтожить сейчас. Да. Ещё? Нормально. Зачем вообще мины? Ну, чтобы суда не прошли. Зачем? Это же они ещё нужны, чат. Ебать, туман. Что, блядь? Я нихуя не вижу. Бля, шутка? Бля, шутка? Блядь! Ебать, миссия, конечно, ебаная. Отлично, но этого мало. Погоню! Испавим Венгерт от единственных... Охуеть, блядь, ещё... Да твою мать! Блядь! 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 На скорость! От всех парусов! Идут на север! Там только заброшенный форт! да да я мог остановиться ебать нормально пацаны привет фламинго и здесь для очень долгие миссии на корабле форт форт я вообще ни хуйя не вижу чего тут не было этой дряни теперь есть мисс ебать блядь но это пиздец вообще нихуя непонятно нихуя не видно блядь если бы не метка я вообще нихуя не вижу просто а сейчас видно блядь что за бред тут не было этой дряни теперь есть мистер как я блядь должен их ебануть нам ближе что ли подойти к ним блядь я попадаю по башне но им поебать что это же сделать нахуй а блядь и не говори нахуй да я стреляю из земля не ваще похуй блядь 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 по башням попало я тебе не ебу просто блядь Ну то есть, просто прям по этой хуйне, я правда не понимаю, что они хотят. Как я должен пиздануть башни? Вот! Ебать, а сейчас, значит, прошло! Надо в упор прям. Наверное. Ой, блин! Больше этот форт никого не побеспокоит. Англичане зашли слишком далеко. В том-то и проблема. Зачем англичанам угрожать Марта-Свиньярду? Народ там живет мирно и военного значения у острова нет. Боюсь, здесь действует совсем другая сила. Тамплиеры! Но их намерения мне неизвестны. Что дальше? Мне нужно время, чтобы подумать. Теперь мы шкуржем домой. Есть! Дорин, это не Эция, ты же знаешь, да? Я просто не знаю, шутка это такая, не смешная, бля, или что? Хорошо, что нам за это дадут? Ну? Деньги? Власть? Женщины? А что нам за это дали? По-моему, нам даже денег не дали, блядь. Серьезно. По-моему, нам даже за это не дали нахер денег. Поправьте, если я не прав. Ничего не дали? А нахуя тогда? Погодите, а нахуя тогда? Найдите Дартмура и уничтожьте его вместе с его тайнами. Не, правда, хоть какое-то поощрение. Плюс, да даже респект не дали. Ты так говоришь, будто идешь в бордель за углом. Ты что, забыл о призраках? Серега, у меня был опыт торговли на фондовых рынках с 2014 по 2018. Также работал в брокерской фирме. И от себя хочу сказать, я бы не стал связываться с этой фирмой. Подумай 200 раз. Я понял. Хорошо, спасибо, Азовский. Спасибо. Спасибо. Блин, у нас здесь какой-то залив ебаный, блядь, абсолютно для кораблей. Просто, ну прям хуёвый, я бы сказал. Не хватит. понятно ебать я прошел вдоль скал хуёво бля туманка здесь очень жесткий как вам ребята морские миссии на самом деле приятненькие долгие но такие как бы приятненькие бля ветер ибо его нам тоже надо разъебать ну все все я вижу хватит заставку давай ебать у него задние пушки да неприятная тварь давай полный ход врубим потому что надо его надо его догнать на разворот и полные паруса блядь но мы его тупо не догоняем даже на полных парусах мы даже не можем и его из пушек отработать ой бля а все мне удалось это сделать не мне удалось мне удалось это кажется скрипт мы его не могли ебашить а приготовиться к выстрелу блядь 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 ибо него дефают а блядь блядь пиздец просто пиздец да и вроде бы гг он тонет бля ебать корабль стрёмно уходит под воду да зацени блять просто в пучину ебаную ебать блять все в порядке блять по моему нихуя и блять да как как вы эту мразь ебнули а что за красно-белый кружок в центре экрана красный-белый кружок в центре экрана я не знаю чем-то ума не приложу бро как будто вчера совсем другую игру стримили да везде у чувака походу ребята это проблемы какие-то так хорошо дальше хендерсон в беде защитите хендерсон от английских каперов поставь сделай ставку здесь пришли мне на разогрев счета 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 на россии на кораблих ну нормально так ебаля нихуя ну и че мы должны сделать с этим говном а бля здесь еще неплохо я считаю бля слева подходят че он там разобрался с ним быстро эмиссия кстати да это это все же надеюсь это все да ух кайфная миссия кайф на кайф бля вот таких бы миссии знаете вот нужно чуть-чуть укоротить миссии с кораблями чуть-чуть то есть как бы их не нужно проделать супер длинными их вот процентов на 30 можно укорачивать и вообще на нормас будет и нормас будет а так узнайте что происходит на маяке блять это долго если бы не туман ебли бы в некоторых миссиях ну да как те морские сражения в целом так нормально и 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 понятно до свидания что-то их тут дохуя просто но нет как а задели там можно еще уничтожить корабли тараном ребят на я уже не стал этим заниматься это тоже вся миссия что ли бля кайф для вот этого не хватает да 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 то что нужно то что нужно да да отлично бля вот это кайф не успевает не успевает надо есть и нормально хорош хорош прикольно прикольно так кстати говоря мы достаточно быстро зачистили руины сероса только потом вот это вот карты которые мы получили сундук мертвеца это то что мы получили вот с этой штуки ребята так мертвый час преследовать печально известный пиратский корабль центр джеймс а бля вот это кстати будет долгая миссия blackplug ты из моря не выйдешь там настолько кайфово что можно ночи напролет плавать сражаться фармить кое-что ну окей разрешаю тебе серка разрешаю вот это будет мне кажется долгая хуйня проберитесь на а погоди нихуя проберитесь а догоните и вступите с ним в бой ну блять шо мне хуярить его что любит или опять скриптовая погоня типа его нельзя будет догнать до момент пока не придет ну время блин я на полных парусах хуярюсь до 5 скриптовая погоня понятно ну да я вот уже на самом деле по факту я его догнал но он сработает только потом когда мы доплывем до нужного момента после фронтира игра не так душно а мы пока только морскими миссиями занимаемся а ну вот да 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 я понял ебать здесь пизда ебать здесь хуёво пол паруса на разворот ща ёбнем туда красиво блять аж сбил блять как вы еще живете фронт забли се но нет среди на А как же они его дефают, а? Бля, вообще мимо. Ого! Не, ну он должен уже сдохнуть. Нормально? Бля, походу, сейчас будет столкновение. Ебать, бля, чат. Сука. Я в ахуе вообще, бля, как они живут, реально. Я в ахуе вообще столько попаданий, как вообще на плаву эта хуйня, блядь, была. После такого пиздеца. Не забудь прокачать корабль, а ты не забудь мне дать на это деньги, братан. Блядь, там наш какие цены прокачки корабля? Я пушку дополнительную установил, и у меня уже полбюджета разъебалось. Война призрака, акт первый. Выследите и потопите Уиндер Мир и его эскадру. На, благодарю, ребята. Но этого не хватит. Да, спасибо, Туолт. Блядь, ну здесь, конечно, охуеть. А, она вообще направо. Блядь, чё? Что происходит, блядь? Нахуй вообще-то корабль спавнить, а? Так, ну ладно, здесь ничего фатального вроде как. Ебан, вот это нормально. Да, это жёстко. Чисто, блядь, чисто, просто. Просто изейший прошёл. Давайте, все паруса открываем. Как игра теперь получше, чем было? Но, скажу так. Я думал, что корабли будут душной частью этой игры. Оказалось, что это крайне круто сделано. И, блядь, вообще прям-прям заебись выглядит. Прям повышаю оценку игры до 6 баллов из 10 в данный момент. Корабли явно это заслужили. Так что нормально, нормально. Блядь. Ну как же здесь неудобно зайти в эту хуйню? А сколько было-было? В 5. Ща мы развернёмся нормально. Блин, ещё звуки классные корабля. Он так кряхтит. Древесина такая, давление. Бум-вум-вум. Прям заебись. Приятненько слушать. Что правый борт, блядь? Блядь, ну камера, ёбаный хуй, блядь. На парусах всех по съебам. Так, выцепляем. Достанет хоть кого-нибудь? Вау, это было охуенно. Блядь, это шхунка ебаная. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально. Это больно. Да ладно, выжил. Мне не нравится, конечно, то, что сейчас у нас происходит. Да как, блядь, как? Нахуй иди. Блядь, живёт, а? Ты сын мразь, она просто живёт, а? Наконец-то. что что такое здесь пушки на твоем корабле могут разрушаться и тем самым уменьшаться урон понятно но пока все нормально так а теперь ребята мы перешли к более жирным миссиям миссии которые мы с вами достаем за счет сбора а не подожди блять война призрака акт второй уничтожьте левиафан на борту которого находится и миссар темплиеров вот так вот не еще не сокровище там акт второй и войны с призраками опять блять в ебаном спавне да вижу я блять камеру убери мне нахуй долбоеб ебаный сразу блять хорош блять по-моему я уже охуенный капитан бля не не зайдем ебаные волны спасибо большое канонерка ансаба затаитесь в засаде блять ни хуя чисто стелес на корабле ща будет блин ну ничего блин круто что погода меняется как же нам как же нас по волнам блять шароёбит да очень круто прям блять охуенно чисто блять крысой ой блять блять ебать мазила ебаная ой блять блять ясно ему похуй аще на всех парусах чисто евэйджу на всех парусах чисто евэйджу ебать зашел в бочину блять какая жесть блять для их там трое блять красиво умирает кстати блять 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 подвал он под волной он под волной сука мы тоже за волной нормально 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 ща вот этого парня встретим Блин! Алло! Поберегись! Поберегись! Вперед! Блин! Бля, им уже не до нас всё. Все вниз! Ого! Поберегись! Охуенный бой! В неморских миссиях игра хуе на себя. Ну, показала. Ты грамотно пушки улучшил, самые полезные улучшения в игре. Ну, естественно. Естественно. Так. Тем временем. Начинаются, ребята, сокрыть сундук мертвеца. Одолейте опасный путь по скалам и добудьте карту Кида. Пошли, эти, сокровища. Кладбище кораблей тут за мысом. Не промахнешься. Говорят, на одном из них был Эйбл Оуэнс. Если не врут, здесь лежат его останки. Привет, дедок. Тут всегда полно мародеров. Будьте на чеку. Остров-сундук мертвеца. Не очень-то роскошное место. Остров-сундук мертвеца на современных картах Dead Chest входит в состав британских Виргинских островов, хотя островом-островом его назвать... Хотя островом его можно назвать с тем же успехом, что и Плутон-планеты. Скорее, это просто большая скала. Не стану, однако, отрицать, что остров обладает интересным названием в любопытной истории. Предание гласит, что Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода заходил на этот остров и в наказание оставил там 15 человек из своей команды. У каждого моряка была с собой бутылка рома и сабли, а когда Черная Борода вернулся туда, многих пиратов уже не было в живых. Должно быть, ром оказался скверным. Роберт Льюис Стивенсон написал об этой истории песню, вы, наверное, ее слышали. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», «Йо-хо-хо» и «Бутылка рома». Да, название острова буквально переводится скорее как «Мертвый сундук», а у Стивенсона написано «Сундук мертвеца». Ну, что поделать, поэзия... Есть поэзия, а связь с легендой, думаю, очевидна. Если здесь погиб корабль Эйбла Оуэнса, значит он и сам тут что-то искал. Три тысячи, блин! Три тысячи залутали. Погоди. Может по этой хуйне отзалезть? Нет. Эм... Блядь, я не вижу, где я могу здесь залезть. А, вот здесь, наверное, да? Все текстуры выглядят одинаково. Те, по которым можно залезть, и те, по которым лазить нельзя. А, привет, Дарлинг. А, привет, Дарлинг. Так-то красивенько, конечно. Изучите кладбище. Мародеры. Дай сюда! Отвали! Я нашел мое! Стой! Блядь! Ебаная погоня! Отвали! Это мое! То, что ты забрал, мое! Блядь! Блядь! Схуя ли, Вля, Вол! Разбежал, как? Не, так-то просто. Ну, типа, а что за долбый эпизм? Мы пришли за этой хуйней, и он пришел, блядь! За ней! Чего ты пристал? Я ничего не сделал! Отдай мне то, зачем я пришел! Да, а он за этим тоже пришел, блядь! Че ты заебался до него, блядь! Ха-ха! Ты ж чего захотел, мое! Отдай мне! Извиняй! Похоже, ты нынче проиграл! Блядь, и что за бред вообще? Я понимаю, он бы сказал, типа, чувак, я заберу это у тебя! Он такой, ну я это нашел! А он такой, а он такой, например, а мне это нужнее, чем тебе! И мы начинаем погоню! Мое! Нет, мое! Я нашел! Нет, я нашел! Я хочу, нет, я хочу! Понятно. Пойдите нахуй! Продолжение следует... У волчьего логово. Блять, это все что ли? Это все, блять? Блять, а сокровище где? Снова ты? Принес чему-нибудь? Не подумай дурного, но мало. Принеси еще. Не, ну я типа получил... 3000 монет всего. Это полная хуйня. Руины Сереса. Исследуйте руины и найдите саблю капи... О! Во, во, во. Сабля, это охуенно. Давай, давай. Я останусь у шлюпки. Присмотрю за ней. Хорошо. На острове есть храм. Думаю, то, что я ищу, именно там. Ммм. Сабля, это нас забустит, на самом деле. Посмотрим, какая у нее атака, параметры и все такое. Ммм. Да, сухим я отсюда не уйду. Бля, прикиньте, как было на самом деле интересно заниматься морскими исследованиями всяких островов. Вы реально, блядь, о мире не знаете нихуя. Нет ни спутников, ни мобильных телефонов. Вы просто пиздошите куда-то и находите хуйню, которую никто до вас не видел никогда. Реально, блядь, целое приключение, сука, магия. Представляете, как это воспринималось тогда? Тогда воспринималось просто как пиздец. Типа, ты плывешь, блядь, а вообще там вообще какие-то, блядь, непонятные замки, еще какие-то люди, блядь, другие. Все какие-то, блядь, все не то, нахуй. А ты, блядь, этого в жизни никогда не видел, да? Это мы сейчас все воспринимаем, окей. А тогда вообще, охуеть, типа, блядь, кто вообще-то такие? Наверное, кладкида внутри пирамиды. Блядь, красиво, красиво. Прикольно, кстати говоря, сделанная охота с сокровищами. Это еще плюс. Сэрос. Сэрос, город Майя, расположен на холме, стоящем над заливом Четумаль. В конце 17 века им владели испанцы, но позже он войдет в состав британского Гондураса, а потом независимого государства Белиз. Разумеется, сам Сэрос гораздо старше всех этих событий. Он был основан где-то в 350 году до нашей эры и служил важным торговым центром для кораблей, идущих вдоль побережья. В годы рассвета там проживало около 1100 человек. Число вроде бы не очень большое, но по каменным постройкам видно, насколько важен был этот город. Там можно увидеть ступенчатые пирамиды, каменные барельефы, храмы и... Вообразите себе, две спортивных площадки. О правилах игры, в которую играли там, толком ничего не известно, но судя по тому, где находится площадка, игра была серьезной и даже смертоносной. На фресках с аналогичными площадками видно, как победители обезглавливали побежденных. Может, так в те времена выражали презрение команде соперников, а может и нет. А я-то думал, что американцы слишком серьезно относятся к своему футболу. Хе-хе, Гондурас. Так, блин, как будто бы оказался, это, ребята, в школе. Э-э-э, пестик, э-э, тычинка, Гондурас. Э-э-э, э-э, не-э. Э-э-э, не-э-э, не-э-э, не-э-э. Не-э-э-э, не-э-э-э. Алло, блядь, ты мне будешь за это? Так, погоди, чат, я, короче, охуел, я не могу понять, как мне забраться. А! Вот так вот, блядь. Скользко, да. Не мудр... Так, кстати. Кстати говоря, скорость гораздо выше, но нам, наверное, нужен урон. А что этот храм до сих пор стоит? Блин, очень круто. Мне, 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 мне дико нравится... Вот эта херня. Очень клево. По храму так, на какой-то, на какой-то острове. Все такое прикольное, красивое. Отлично передает атмосферу. Реально, вот за это плюс игре. Прям вот, все, что связано с морской хуйней, островами, э-э-э, сами корабли, очень удачно сделано. На удивление, на удивление. Реально, думал, будет говно. На удивление удачно получилось. Прям плюс, да. Ну, блядь, уже должен был быть... Должен быть научен этому. Надо отыскать дорогу в сокровищницу. Ну да, кстати говоря, это уже подольше, видите? Туда, наверное, не знаю. Я начинал знакомство с серией с четвертой части Вот там действительно морские приключения Но это понятно Я-то просто прохожу их в хронологическом порядке И мне, честно говоря, так нравится гораздо больше Так, не, подожди Хуйня какая-то Клево, да? Охуенно, да, че тут выглядят? Смотри Блядь, то куда мне пройти-то? Вот там залазить надо, но... Как туда залезть? В оригинале все видно и нет тумана Но вообще-то здесь туман тоже исчезает В зависимости от погоды Но мне здесь туман нравится Вот при виде отсюда Это как-то более реалистично Учитывая воду Все такое, это... Ну, короче, нормально Здесь туман нормально выглядит Блядь, чат, я не ебу, куда мне? Блядь, я вообще не ебу, реально Вот хуй знает Ну, наверх я понимаю Я не могу понять Я не вижу В этих текстурах Продолжение того Как я должен забраться наверх То есть откуда это должно произойти? А, погоди, ничего себе Я здесь цепляться могу? Хотя мне это ничего не дает Там, где трамплин такой справа Ну, трамплин, блядь, не знаю Вот про это Здесь я залазил Но я не понимаю, куда дальше Нихуя не... Темно, да Темно, ничего не понятно Темно и нихуя не видно Из-за этого я не могу понять Куда мне лезть Слева от дырки Справа от стены Найс, блядь, долбоебище Есть кто-нибудь, кто нормально может объяснить? Человек, который, во-первых, определит, где лево, а где нет И кто русский язык знает Слева от дырки, справа от стены Спасибо, братан, нахуй А лево это как? Когда смотреть на дырку, блядь? Или когда ты смотришь туда? То есть справа от стены Это вот сюда, да? Хорошо, и что здесь? Ну Тут то же самое Тут то же самое, только... А, нет, подожди, блядь Столб Все понятно Коротко о том Коротко о том Как люди знают Просто Столб Справа Коро... Да, там... Просто столб, ребята Должны выдержать Просто столб Просто, блядь, столб Все Да, да Ну, там Справа Лево Стены Дырка Лево Право Стена Справа Справа Дырка Лево И потом Ну, как бы Туда Наверх И как бы Там вот уже Выход, да Сам слепой Так я сам, блядь, вообще-то и увидел Сейчас А вы реально слепые Нихуя не видите Да, привет Саба Мы же сказали там Ну, охуеть Теперь Слава богу Он лазит не со скорости Ассасин крит 2 Именно Это вообще пиздец Был бы О, нормально, кстати А деньги мы заберем Надеюсь О, блядь, выглядит прикольно Рукоятка, правда, толстовата Не войдет в задницу мне Но в целом норм Есть куда стремиться А деньги мы реально не взяли? Очень темно Блядь, да Темно было пиздец Поэтому не видно Темно было Это прям проблема Выглядит тяжелый и медленный Соглашусь Соглашусь, что Так она и выглядит Так, давайте О, нихуя Он еще и отмечен Смотрите Урон Ебать Буст Комбо Корабль Призрак Найдите Октавиус И добудьте карту Сокровищ Капитана Кида И потом мы отправляемся В Бостон Ребята Вы, наверное, уже соскучились, да? По городу Потом в Бостон Надеюсь, Фолкнер не ошибся Не понимаю Ну почему все так верят В этот северо-западный проход? Да ему не холодно вообще? Накинул бы что-нибудь Октавиус Единственный корабль Хендрика Вандерхэла Бля, почему у нас Выбралось оружие Не то Хотя мы изначально Выбрали то Очень странно В плане Алло Ну Ой, я сейчас как представлю, что нам нужно было бы перезагружаться Из-за Сто процентной синхронизации Мне же, блядь, плохо стало Сзади сундук По-моему, я его вижу, да? А, вот там, да То есть холодно ему только в воде Понятно Ну Можно лишь позавидовать Все ради сундука, чат Тысяча семьсот пятьдесят Ну, не-не-не дурно Минус пеструн Это да Горячая индийская кровь, блядь, да А такое, чтобы снаружи было холодно? Это был бы симулятор выживания Да Так, вон еще сундук, кстати Так, надо понять Как туда забраться Погоди Наверное, с корабля, может быть? Как думаете, чат? Наверное, с корабля, да, как-нибудь? Нас на корабль же допустят, да? Так, погоди О, еще Нихрена тут денег Не, погодите Походу, нас на корабль не пустят А, не-не-не-не-нет Вот там пустят Вот там Все, я понял Господи, блядь Как у него руки в пизду не превратились От такого мороза Нихуя, кстати говоря, смотрите Мертвые эти Еще тыщенка Спасибо большое Гуд муд Гуд мудак Блядь, окей Забавный никнейм Спасибо большое тебе за Подписку Добро пожаловать официально Чувствую себя как дома Ни хворай, ни болей Ребят Сейчас залезть Или потом Доскаке будешь играть Не знаю Сейчас залезть Или потом Как, как думаете Сейчас, да Окей Бля, 2500 Нормально Да, потом, наверное, бы Миссия бы закончилась И мы бы не смогли Атмосфера жутковата Бля, пока вот прям Плюс, плюс, плюс Игре Прям плюс, плюс Пока игра прям радует Вот то, что мы Фронтир Это самая плохая часть игры Просто ужасная По сравнению пока с остальным Хендрик Вандерхел Квартирмейстер Кида Сам ставший капитаном Пути, что ты искал Не существует, Хендрик Надеюсь, ты страдал недолго Ты прочитал про корабль? Я не прочитал Я не заметил, да Сейчас прочитаю Октавиус Этот корабль главный герой Одной истории про призраков Которую любил историк С уверенностью назовем Полной чушью Да, остальные Это истории про призраков Совсем другое дело Впрочем, не важно Легенда гласит, что Капитаном Октавиуса Был Хендрик Вандерхел Служивший когда-то Квартирмейстером У капитана Кида В 1761 году Корабль вышел из Англии В Азию Капитаны команды Прошли по опасному маршруту Вокруг мыса Горн И через год корабль был полностью Снаряжен и готов вернуться в Европу Никто не знает Почему Вандерхел Решил вернуться домой Через северо-западный проход Морской путь на севере Тогда был еще не разведан Что делало решение Капитана попросту самоубийственным Неудивительно, что корабль исчез Вероятно затонул Или застрял во льдах Здесь-то и начинается Самое интересное Где-то в 1770-х годах Командир Команды китобойного судна Обнаружил Октавиус Дрифующий у берегов Гренландии Вся команда замерзла до смерти В том числе капитан Который перед смертью Занес судовой журнал Запись, датированную 1762-м годом Это означает Что уже после смерти Капитана и команда Корабля И команды Корабль каким-то образом Пересек северо-западный проход Да И прям призраки А, погодите Здесь еще есть какая-то Которую я не посмотрел А, ну Медведь Это нам Про животных, да Джонсон Холл Сэр Уильям Джонсон Построил Джонсон Холл В 1763 году Хотя слово Построил Не совсем точно Отражает действительность Ему немного помогли Для выполнения тяжелой работы У него было 60 рабов Что делало его Крупнейшим рабовладельцем На севере Джонсон Холл Не столько Не столько дом Сколько усадьба Там была лесопилка И мельница А земли возделывали Фермеры-арендаторы Снаружи деревянный дом Выкрашен под камень Что, конечно, выглядит эффектно Но по себе По обе стороны От него стоят дома Из настоящего камня Выстроенные для обороны Дом был построен Сразу после окончания войны С французами и англичанами Так что Готовиться к отражению атаки А так вполне имело смысл Ну Или Уильям Джонсон Нажил себе Хорошо вооруженных врагов Так, ну Леса тоже нам Не нужно Так, места еще Фронтир Земли Ганьягеха В этой долине Ныне известной Под именем долины Тамагавков Лежит русло Реки Махок Текущей среди гор Кацкилы Адиерандак Эта долина Часть земель индейцев Ганьягеха Которые белые люди Называют Махоки Или Магавки Отсюда и название Помимо прочего Эта долина Единственный Естественный путь От Атлантического океана К Великим озерам Следовательно Только через нее Можно было с легкостью Добраться от побережья К территории фронтира И в Канаду Именно поэтому Во время франко-индейской войны А также войны за независимость Долина обладала таким Стратегическим значением Под стратегическим значением Я подразумеваю тот факт Что долина то и дело Переходила из рук в руки И регулярно подвергалась Набегам Большинство поселений В ней было разграблено Во время войны за независимость Мало того Фермы в долине Понесли такой урон Что провизию Приходилось доставлять Туда с юга Война за независимость Была известна тем Там под названием Сжигание долины Это уже говорит о многом Конкорд Именно туда направились Регулярные войска Выйдя из Бостона В день сражения За Лексингтон и Конкорд Войдя в город Британцы нашли там Одну пушку Муку, солонину И пули для мушкетов Пушку они сломали Остальное бросили В местный мельничный пруд И зря Потому что потом Почти все это в целости Достали оттуда местные жители Увлекшись британские солдаты Случайно подожгли Местный дом собраний Бывает А потом совместно С местными жителями Стали его тушить Однако ополчение Заметно заметило дым И решило Что британцы Подожгли весь город Ополчение немедленно Прибыло И завязался бой С регулярной армией У северного моста У самой границы города Лексингтон Это была настоящая комедия Положений Правда не очень-то смешная Битву у Северного моста Обессмертил Ральф Уолда Эмерсона В своем знаменитом Стихотворении Конкордский гимн Он жил в Конкорде В 1830-х годах Что вероятно Сделало его Немного пристрастным Эмерсон пишет Что тогда эхо выстрелов Долго гремело По белому свету Но несколько преувеличивает Поскольку первые выстрелы Той войны Прозвучали в Лексингтоне Задолго до того Возможно поэт их Просто проспал Ты же знаешь Как оно бывает с поэтами Прикольный кстати говоря Здесь текст конечно Очень здоровый Карманные места Одной из проблем Предшествующих революций Было отсутствие Представителей колонистов В британском парламенте Ситуация усугублялась тем Что некоторые части Соединенного королевства Где не было фактически Жителей на земле Все же имели место В парламенте По сути это означало Что владельцы земель Могли предоставить Тепленькое местечко В правлении Своему человеку Такие земли Получили название Карманные места Поскольку они были Практически в кармане У владельцев Или гнилые места Попробуйте сами догадаться Почему их так окрестили Одним из худших примеров Был старый Сарум Где голосовать было некому Но у которого было Два места в парламенте И это не единственный случай Гнилые места Были крайне многочисленны Когда в 1761 году 250 из 558 Парламентских округов Были у кого-нибудь в кармане И эта проблема существовала Аж до 19 столетия Колонисты жаловали Что британское правительство Было безнадежно коррумпировано Пожалуй я соглашусь Очень круто И без шуток Прям познавательно Так это мы все уберем Ганья Гэхэ Уебать Индейцы Каюга Каюга это значит Люди Большого Болота Члены лиги Хауден Сауни И Каюга И Аннейда Являются младшими братьями Великого Совета Хауден Сауни Ротианер Вожди Ротианер множественное число Ренер единственное Обычно переводится как Вождь Каждый вождь носит имя Одного из основателей Риги Эти лидеры представляют собой Кланы и нации На Великом Совете А также руководят своими народами Назначает вождя Мать Рода Которая по определенным критериям Решает готов ли он занять Эту наследственную должность Титул вождя пожизненный И лишиться его можно Лишь покрыв себя позором Либо в случае болезни Или смерти Иакатианер Матери Рода Иакатианер Множественное число Икайанер Единственное Обычно переводится как Матери-матери Рода Мать Рода Женщина, которая возглавляет Свой семейный клан Кроме своих социальных И духовных обязанностей Мать Рода отвечает За назначение вождя Который будет представлять Ее клан Ухаживание за детьми Она наблюдает за потенциальными Кандидатами еще с детства Пытаясь заметить в них Особые качества и достоинства Которые требуются для того Чтобы стать лидером Как было сказано Вождями Хаудеяно-Сауни Не рождаются Ими становятся Мать Рода Избирается пожизненно И расстаться с титулом Может лишь за заслуги Или в случае болезни И смерти Система кланов Хаудеяно-Сауни Общество Ганьягэха Матери-Линейна И наследование происходит По материнской линии Большая семья В нем называется кланом У Магавков три клана Клан Черепахи Клан Волка И Клан Медведя Фамильное имя И принадлежность клану Передается от матери к ребенку Все члены клана считаются Родственниками Независимо от того Какому народу Хаудеяно-Суни Они принадлежат К примеру Члены клана Волка Ганьягэха И члены клана Волка Сенека Все равно считаются Родственниками Кроме того Магавка Свойственна Экзогамия То есть Они образуют семьи Строго За пределами Материнского клана У кланов Существуют особые Социальные, духовные И политические роли Которые являются Столпами традиционного Кланового управления Лидеры кланов Магавков Равны между собой И несут ответственность Перед всеми членами клана Лидер женщина И Ако Янер Или мать рода Является важной фигурой И обладает привилегиями Выбора Реанер Вождя Который будет представлять Ее клан на политической арене Кроме того Она имеет право Сместить назначенного ей Главу И заменить его Другим человеком Принимая во внимание То что ей известно Обо всех деяниях Кандидата за всю его жизнь Становится понятно Почему именно она решает Кто хорошо подойдет Для этой роли Матери кланов Выбирают честных Надежных людей С чистым сердцем Для кандидатов Очень важно знать Великий закон мира Гай Энешегона Среди народов Хадеона Суни Есть 8 кланов Черепахи Волка Бобра Ястреба Угря Оленя Медведя И Бекаса Сами Магавки Делятся на 3 клана Черепахи Волка И медведя Ебать Я блять Буду просто Экспертом По индейцам Гай Энешегона Великий закон мира Гай Энешегона Что переводится как Великий закон мира Это конституция Лиги Хаудеона Суни Эти учения Излагают основные принципы Которые объединяли 5 первых племен Иракезов В мощный союз В основе которого Лежит мир и сила Гай Энешегона Предлагает комплекс Действий и идей Позволяющих найти Способы Полюбовного Разрешения конфликтов В 1987 году Под комитет Конгресса США Официально признал Влияние Лиги Хаудеона Суни И великого Закона мира На формирование Конституции США Нихуясик Кстати говоря Хаудеона Сауни Люди Длинного Дома Около тысячи лет назад Затяжная кровавая война Хватила 5 индейских народов Населявших территории Ныне известные Как штат Нью-Йорк Южный Антарио Южный Квебек И западный Вермонт На западе Располагались индейцы Сенека И Каюга На востоке Магавки И Анейда В центральной территории Селились Ананг Анандага В разгар войны Посланник Известный как Миротворец Предложил путь Примирия, праведности И силы Который бы объединил Эти нации И положил бы конец Кровавой войне Этот союз Или альянс Получил название Лиги Хаудеона Суни Это ирокезское слово Обычно переводят Как люди Длинного Дома И на самом деле Произносится скорее Как Хаденошони Европейцы называют Их ирокезами Термин который Термин который Употребляли Тмагавки Раденушони Что означает Они строят дом Который становится Все больше В это 1722 году В состав Хаденосони Вошло премия Тускарора Ставшая шестым в лиге Основной лиги Основой лиги Хаденосони Стал великий закон мира Гейн Энешегона Эта древняя доктрина Позволяет функционировать Сложным и эффективным Институтом демократического управления А также обеспечивает Социальную и экономическую Стабильность И этическую гармонию Которая помогает Достичь мира В обществе И между отдельными людьми Лига Хаденосони Это конститу... Конститу... Бля? Конституционная демократия Во главе находится 50 вождей Принимающих решения После длительных переговоров На которых достигается компромисс В колониальные времена Лига Хаденосони Имела очень большое Политическое и военное влияние В Восточном Вудленде Северной Америки Великий совет вождей Хаденосони Великий совет вождей Хауденосони Центральный руководящий Орган Лиги Хаденосони В составе 50 вождей Представляющих 5 наций-основателей Каждый из 50 вождей Совета получает Имя в честь Одного из основателей Лиги Когда занимает место В Совете Во время дебата В Великом Совете Вождей Хауденосони Лидерство было разделено Между тремя сторонами Первая сторона Была представлена Вождями индейцев Магавков И Сенека Вторая сторона Вожди Аннейда и Каюга Включая главу Тускорора А с третьей стороны Вожди Анандага Которых называли Хранителями огня Вожди Сенека и Магавков Бывшие посредники Объясняли Суть проблем Вождям Аннейда и Каюга Включая Тускорора После обсуждения Между собой Главы Аннейда и Каюга Предлагали решение Проблемы На рассмотрение Индейцев Сенека и Магавка Затем Обе стороны Обсуждали проблемы Вплоть до достижения Консенсуса 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 Когда вожди Сенека и Магавка Приходили к согласию С главами Аннейда и Каюга Это решение Затем передавалось Главам Анон Анон Дага Которые рассматривали Его Затем утверждали Или выдвигали Своё предложение Бля, чат Вам наверное Не нравится, да? Спасибо Ник Сазар За подарочную подписку Спасибо Крона За 30 месяцев Спасибо В принципе Всё Ирокезы Ирокезами Называется группа Индийских народов Нателявших Восточный Вудленд Северной Америки Территория Великих озер И долина реки Сент-Лоренс Ирокезы были Представлены Следующими племенами Ганьягэхэ Магавки Анейда Анандага Каюга Санека Тускарора Гуроны Саскеуханок Северные ирокезы И черроки Южные ирокезы Ирокезов Объединяли Общие корни Сходные устройства Общества Экономика Религиозные верования И диалекты Произошедшие От протоирокезского языка Слово Ирокез часто Используется В тех же контекстах Что и Хаудена Сауни Или Лига Ирокезов Политическое объединение Племен Ганьягэхэ Магавки Анейда Анандага Каюга Санека И позже Тускарора Ганьягэхэ Магавки Ганьягэхэ Что означает Люди Кремня Коренные жители Заселявшие территорию Простирающуюся От долины реки Махок До долины реки Сант-Лоренс Это территория Ныне известна Как штат Нью-Йорк Западный Вермонт И Южный Квэбэк Ганьягэхэ Объединялись С племенами Анейда Анандага Каюга И Сенека Которые решили Основать союз Или конфедерацию Более тысячи лет назад Союз получил название Хаудена Сауни Или Люди Длинного Дома Хауден Сауни Также были известны Англичанам Как Ирокезы Французский вариант А после натурализации Тускарора В 1722 году Как конфедерация Шести наций Голландцы назвали Их магавками Используя Англосаксонский термин Обозначающий Каннибалы Ганьягэхэ Согласился Быть охранителем Восточной двери Разделив Сенека Обязанности Защищать Символическую дверь Длинного дома Лиги Хаудена Сауни Благодаря своему Географическому положению На востоке Ганьягэхэ Стали первой нацией Хаудена Сауни Установившие Дипломатические Экономические Отношения С европейцами От имени Риги Анейда Анейда Что означает Люди стоячего камня Члены Риги Хаудена Сауни И Каюга И Анейда Считаются Младшими братьями Великого совета Хаудена Сауни Анандага Анандага Означает Люди холмов Члены Риги Ну тут то же самое Санека Означает Люди большого холма Члены Риги Ага Так У Санека Были названы Хранителями западной двери Ну Да Хозяйство Хозяйство Хаудена Сауни Три сестры Основным родом занятий Хаудена Сауни Было огородничество И выращивание Трех сестер Кукурузы Фасоли И тыквы За хозяйство Отвечали женщины И они работали в поле В то время как мужчины Пополняли продовольственные Запасы мясом и рыбой Экономика Хаудена Сауни Довольно заметно Определяет их Обрядовую жизнь И календарь Они проводят Сезонные церемонии Благодаря В честь Благодарения В честь различных растений Обеспечивающих Их пищей В годы Американской революции И войны за независимость Джордж Машингтон Желая безвредить Конфедерацию Хаудена Сауни Приказал генералу Саливану Стереть с лица земли Все деревни Хаудена Сауни А особенно Жечь все Кукурузные поля За это Вашингтон А с ним И все последствующие Президенты США Заработали титул Ранотакарияс Разрушитель городов Материальная культура Длинные дома Во времена До контакта с европейцами Вплоть до начала 19 века Ирокезы жили в длинных домах Длинные дома могли быть Длиной от 10 до 60 метров И представляли собой Прямоугольные помещения В которых ютились Семьи Принадлежавшие К одному материнскому клану Вдоль внутренних стен Располагались Открытые помещения Для каждой семьи А посередине здания Тянулся длинный зал Соединяющий два выхода В каждом отделении Две смежных семьи Делили один очаг Когда миротворец Принес ирокезам Благие вести о мире И власти Он сделал длинный дом Символом политического И духовного единства Риги ирокезов Гайен и Шагона Великий закон мира В зависимости от их Географического положения Определил конкретные Бытовые обязанности Для каждого из пяти наций Нашедших приют Под сводами Символического длинного дома Магавки назначались Хранителями Восточной двери Сенека Западные двери А находящиеся в центре Анандага Были объединены Хранителями Объявлены Хранителями огня Все вопросы и конфликты Лиги разрешались Именно здесь У каждого племени Был свой очаг Символизирующий Их внутреннее правительство Строила Воплощение Остропила Воплощали с собой Законы Лиги Которые продолжали Расширяться С каждым решением Великого Совета Вождей Вампум Вампумы были Широко распространены В племенах коренных Жителей Восточного Вудленда И представляли с собой Морские ракушки Найденные вдоль Восточных побережьей У Хаудена Сауни Вампумы Сделаны из ракушек Беззубок Примут цилиндрическую форму И будут использоваться Для создания поясов И бус Которые потом Будут использоваться Для передачи И запечатления Информации При заключении договоров Принятии законов И других важных событий В дополнение К символам легитимности власти Боевая дубинка Боевая дубинка Традиционное оружие иракезов Из лиственных пород Дерево Делалась длинная древка На котором оставался нарост Его обтачивали И получали большой шар С помощью которого Недельцы носили Тупые дробящие удары врагам Военный столб Когда деревня иракезов Вступала на тропу войны Племя иногда проводила ритуал В ходе которого Воины готовились к сражению Атакую большой деревянный столб Деревни Топор оставался торчать Из столба До окончания войны И лишь тогда его вынимали Томагавк Томагавк Традиционный лезвие топора Иракезов Было сделано из кремния А с появлением Уракезов металла Топор стал намного Более эффективным И смертоносным оружием В колониальную эпоху К ручке топора Была прикреплена Трубка для курения Кстати, прикольно, блять Документы Рассказывай путешественников Снежный человек А, да Ну это мы Это комментарий Который мы дали Когда Все, ребята Я все прочитал Все прочитано Теперь вы стали умнее На самом деле Это было Это было интересно Без шуток Мне очень понравилось Ну я вообще Люблю историю У меня и в школе Это был один Из самых моих Лучших Любимых предмет Кстати, еще осталось Два фрагмента Карт найти Мне нравятся Всякие Вот такие Именно Интересные Подробности Профессор Это нам пригодится На экзамене Нет? Надо выбираться Отсюда Да ладно Че, реально что Никому не понравилось Ну, никому реально Не было вообще интересно Надо выбираться Блять А я что делаю По-твоему Биббик Блять Без шуток Интересно было Ничего себе Ебать нас Хуяре Ого Если застряну Здесь не все Что? Эм Спасибо большое Вадим За Это было Это был странный Мув Ладно Если застряну Здесь не все Времени мало Да ни хуяся он проплыл Рядом камень Что не подходит Слава богу В этой игре Подсказки есть А то Хелл тупил Блять Чувак Слава богу В этой игре Есть подсказки Потому что Такой тупой Уебище Как ты Б вообще Дальше Первых Пяти минут Геймплей Где бы не прошел Да и здесь Если что Подсказок Не было Блять Ебанат ЧСВшный Ой Так Что у нас еще Осталось Хм А ну все Остался Бостон Ну в смысле Пока все Да Поехали Другой костюм Ну когда будем Проходить мимо Так Ну конечно Вот эта территория Уже смешно Просто для меня Смешно Смешно Да Смешно Так Там что-то новое Пойдемте Зайдем Заодно Костюм Сменим Чадик Всегда был Таким Агрессивным В плане Мы имеем Право На тебя Токсичить А ты На нас Нет А сейчас Блять Еще Что Расскажь Ох Блин Так Ну-ка Погоди Да, мы, кстати говоря, отсюда Можем с вами подавать Теперь, когда вы в поместье поселился ремесленник Гроссбухи, появились раздел с жопой Нажмите А, чтобы... Я думаю, это надо обмыть Деду, лично мне было очень интересно Послушать историю из твоей молодости Спасибо У вас есть две единицы дерева Поэтому вы можете изготовить две бочки Нажмите вправо Ну, мы уже сделали Ну, блядь, на самом деле Пока это выглядит как бесполезная хуйня Вот ремесла и торговля Пока Честно говоря Пока, честно говоря Вообще выглядит Нахуй не нужно Не знаю, может быть, потом будет Как-то для чего-то нужно К делу Сейчас Теперь сколько можешь поставить игре? Ну, пока шесть Патроны Не надо, да? Да Такие давитые дротики Давайте закупимся На всякие пожарные, чтобы были Мины, ловушки И приманками Проходи задания По месяцу можешь делать Чувак, я их прохожу Нахуй ты мне об этом пишешь Я все прохожу Предмет для заданий горожан Наряды Че вы там хотели, чат? Аликсиосы бы хотели? Аликсиосы бы хотели Так, карты у нас новые не появились Блять, когда я говорю У меня прям нос чешется, отдает Звуковая волна Так, огнестрельное оружие Че тут? Все закрыто В тяжелом оружии что? Ничего Оружие Малое оружие Так, скорость 3 Урон А от чего это он отталкивается, блять? Нам это не нужно Обычные сабли Зазубленные сабли киды у нас сейчас есть Понятно Эмм, ну вообще Со стороны Выбри костюма Это выглядело несколько презентабельнее Привет, Артур Да, и спасибо, кстати, узурпатор большое тоже. Это выглядело несколько, ну, чуточку презентабельнее, понимаете? Не то, чтобы я был против этого костюма, но... Так, а мы, интересно, если доплывем, нам нормально будет вообще? А, там еще и охраняется, лол, блядь. Теперь ты... О, блядь, я даже могу трусики свои видеть, смотрите. Нихуя, блядь, нормально, нормально. Нормально юбчанское у девчульки-то, блядь, а? Я не хочу, на самом деле, пиздиться сейчас с ними. Охотничий саблик, стая инструкция. Я, вы что, поссал только что на меня? Слышь? Шо это за струя мимо лица у меня пролетела? Как сегодня игра? Ну, намного лучше, это же не фронтир. Смени это позорище? Да почему позорище-то? Он рыбачил, теперь это так называется, да? А почему ты здесь не хочешь залезать? Спасибо. Ой. Так, отлично. О, это что такое? А, это вор. Мы, кстати говоря, еще ни разу... Ну, не вора, не знаю, кто это. Мы, кстати говоря, ни разу еще не это. Не ловили его. Ради интереса хочу поймать, посмотреть, что вообще дадут за него. Ну, сколько денег? Парни сегодня поймали акул. Парни сегодня поймали акул. А теперь же это что-то тебе. Что-то тебе... Что-то тебе... А, блядь, серьезно? Пиздец, понятно. Ничего бывает. 55 монет дали. Кто не увидел, дали 55 монет. Охуенно, блядь. 55 монет, чат. 55 рублей, чистый донат залетел. А, блин, знаете, что еще раздражает в этой части? Система перемещения и того, как я должен их раскрывать. Я должен ходить по брятским туннелям. И искать ебучие выходы. Господи, это такая хуевая идея. Просто пипец. Я уже даже смирился с летающей газетой. Бля, ты что, охуела? Понятно. Походу, эту газету я не поймаю. Да. Эту газету я не поймал. Так, зато мы сейчас здесь разъебем форт. Ну вот еще газеты бесят немножечко. Немножко, как бы... Нихуя не круто. Блядь, вы же меня не видели. Да вы же меня, блядь, не видели, ебланы. Ой, блядь. Какой бред. А, они заперлись, блядь. Долбоебы. Ладно, ищем проход. Зассали, блядь, девочки. Может, здесь смогу? Ну да, хуй там было. Не, слушайте, у них реально просто один проход, походу. Да, прикиньте, у них просто один проход. Привет, стример. Давненько не виделись. Долго был ансабом из-за некоторых трудностей. Рад тебя видеть, как саб. Надеюсь, у тебя ВС-сонг. Простите, что отвлек. Но у тебя сейчас же все в порядке. Я из тебя всю душу вытрясу. Ну, красиво, конечно, красиво. Красиво, спору нет, спору нет. Красиво. О, 55 монет прибежали. Ни хуя? Еба, вот это схватка! Ты чё, блядь? Так, блядь, не понял? Ха-ха-ха! Ааа, да похуй, блядь! Смертельный пинок, да. Смени на любой другой костюм. Да чё у тебя такое? Слушай, а может быть тебе... Как это называется? Может быть тебе... Ну, у тебя комплексы, может быть, нет? Ты, типа, смотришь на него, как он горячий такой, полуобнажённый, сексуальный. И у тебя комплексы развиваются. Ты смотришь на себя, у тебя пузо, блядь. Ты такой вообще вонючий, в прыщах сидишь, блядь. Плачешь там, блядь, в подушку до кимакуру каждую ночь. Со своим любимым изображ... Эээ, солистом BTS. И такой, блядь, не хочу смотреть на спортивных мужиков, блядь. Эээ, которые бегают, у которых битсухи видны, блядь, и накачанные ноги. Блядь. Кстати, если без шуток, если без шуток, я вот что скажу. Вот, например, у нас введена возможность в Assassin's Creed, да, вот в новый, выбирать женщину, мужчину. Я считаю, что нужно добавлять реальный редактор и дать возможность делать себе толстого ассасина и так далее. И я сейчас говорю без стёба, я говорю абсолютно реально, я бы с удовольствием бегал за жирного ассасина, я отвечаю. Блядь, я бы с удовольствием бегал за жирного ассасина. Блядь, это было бы просто охуенно. Да и людям было бы лучше так себя, эм... Ну, не знаю, идентифицировать, да? Почему нет? Чат, а как... А где здесь... А где нычка? Объясните, пожалуйста. А, понял всё. Всё серьёзно спрятано. 7500. 7500 это круто. Так, теперь идём сюда. Чё такое? Эм... Здрасте. Что это, блядь? Подождите, 5 сек, чат. Чё-то. Просто, блядь, сразу дропы звонка и номер в банлист. Здравствуйте! Колхозный, блядь, голос какой-то прошмандовки ебаной. Здравствуйте! Медицинский центр Альбинос? Хочет вам предоставить 20% скидку на уход лица? И ещё чего-то, блядь! Блядь, сука, мразь, блядь! Реально, сука, какой-то еблан вообще пользуются этой хуйнёй! Я реально в шоке, блядь, пиздец! Мур-мур-мур-мур-мур-мур! Да все норм. Только армия в мае примерно. Но я готов. А-а-а! Блядь, ну соболезную. Но здесь! Соболезную. Стеймер слишком злой? Блядь, в смысле злой? Я считаю, что все уёбки, блядь, занимающиеся такой... ...недобросовестной рекламой, блядь, спамом и так далее... ...должны, блядь, сидеть в тюрьме. Кстати говоря, полная хуйня. Нужно принимать законопроект касательно этого дерьма. Чтоб, блядь, можно было наебанить жалобу, блядь. Чтобы оператор, блядь, сливал этих ебланов... ...и им была пизда, блядь. И чтоб штрафовали там, нахуй, ебанистическими, блядь, деньгами. Там, миллионами, блядь. Чтоб они, нахуй, блядь, такой хуйнёй не занимались. Морское чудовище. Опять пиздоболочь. Я не моряк, но знаю, что он там. Кто-то зовёт его Кракеном, кто-то морским змеем. Полста фунтов длиной топит корабли и потехи ради. Меня-то ни за что не заманишь в море его искать. Но было б славно, если бы кто-то разрешил эту загадку. Ещё, ещё одна миссия от пиздоболочи, блядь. Гильдия пиздоболочи, блядь. Миссия от гильдии пиздоболочи, ребят. Всё очень серьёзно. Алло, ёбище. А как людям зарабатывать на жизнь? Не все могут хуярить за компом, как ты, и получать лёгкие бабки в большом количестве. А, то есть, блядь, весь бизнес до этого, который каким-то хуем, блядь, нарабатывал себе клиентуру и зарабатывал её без спам-звонков, они заключили пакт с дьяволом, возможно. А как вообще бизнес живёт, который не использует спам-звонки, блядь? Как они? Как они живут, блядь? Я не понимаю. Блядь, эти не заметили? Ебланы, блядь, оттуда заметили. Ха-ха-ха! Они, они, они просто наблюдают. Они даже не стреляют. Ха-ха-ха-ха! Погоди, а что это такое? А, это глашатые, да, чтобы... Чтобы, блядь, скрыться от преступления, которое только что совершил. Все серьезно, сучка. Все нормально? А, все, уже не нужно, нихуя. Я не хочу редактора, я хочу оригинальных главных героев, неважно, девушка или парень. Нет, ты не понял, личность героя будет заранее задана, и герой будет озвучен. Но, именно внешность его, именно внешность, ты задаешь сам. А идет процесс, скоро будет нельзя принимать вызовы от несертифицированных операторов IP-телефонии, но это еще не скоро. Блядь, ну рано или поздно, реально, этих ебланов надо к стенке прижимать, сука, блядь. И крапивными листами их пиздить по жопе, блядь. Что, блядь, у них они охуели, блядь, понимаешь? Че надо? Лисья шкура, пуговицы. Где эти пуговицы выступли? Те, лео. Привет, Энтик. Странный вопрос. Хотелось бы тебе озвучить фильмы, мульты или персонажи игры? Ну, блядь. Только если какая-то конкретная мне понравится. А так, нет, желания нет. Платят копейки пиздец, и ты на самом деле нахуй никому не нужен. Неблагодарное достаточно дело. Только если тебе нравится. Я бы озвучил что-нибудь ради какой-нибудь отсылочки на себя самого там, например. Вот что-нибудь такое мог бы и озвучить, да? А просто, блядь, не. Нахуй. Слишком дохуя работы, слишком нихуя с этого ты имеешь. Так, давай сюда. Единственным диктором, которым выгодно быть, это рекламным. Ну, хотя, блядь, как рекламным, блядь? Да хотя они там тоже, сука, мало получают. Это от чувака зависит. Короче. Никаким диктором не выгодно быть, блядь. Только если ты какой-нибудь распиаренный голос, и тебе платят дохуя, блядь, там, за начитку одного листа по пять кусков рублей. Ну вот. Спасибо большое, Рустамка, за 35 месяцев. Продано, да. А не за 4, блядь, по 800 рубасов там. А то и меньше по 600, блядь, по 500. А за Рик из Морти озвучку, думаешь, мало платили? За любую озвучку платят мало, только если ты неизвестный голос какой-то, который просто берут, потому что ты, как бы, заебатый чувак, я тебя, типа, знаю, ты твой голос узнаваемый. Всё. Больше нихуя. Остальные, все озвучки, они недорогие. Всё доступно в интернете. Вы можете... Вы удивитесь, как дёшево стоят голоса, которые вы знаете, и которые озвучивают там, блядь, дупляж каких-нибудь фильмов, нахуй, топовых и так далее. Они вообще стоят копейки, чтобы начитать текст вам. Вообще хуйня. Все эти люди получают не очень много. Там суть идёт именно в том, что у них постоянные заказы, и типа, дохуя тексты, и ты ебашь, как ебанутый постоянно. Так что да. А чисто из-за энтузиазма небольшую роль озвучишь, доход... Ну, нет. Энтузиазма нет, мне должно нравиться. Я не буду просто так озвучивать. Мне нужно, чтобы мне это понравилось. Понимаете? Бостонский общественный парк. Первый общественный парк Северной Америки. Изначально он был пастбищем, который владели Уильям Блэкстоун, или Блэкстоу, или Блэкстоун, если ты предпочитаешь орфографию тех времён. Первый белый, несмотря на фамилию, поселение с тех мест. Когда Бостон начал расти, Блэкстоун решил переехать в какое-нибудь более спокойное место. Он продал землю, расширяющемуся городу за 30 фунтов, и город сделал из неё собственный парк, отсюда и название. В течение первых 100 или 200 лет бостонской истории в этом парке можно было пасти коров не более 70 раз. Муштуровать солдат, там стояла лагерем английская регулярная армия. Посещать публичные казни, где вешали, например, ведьм или квакеров. Или просто совершать мационы рядом с коровами и висельниками. Британцы покинули свой лагерь, оставив город в 1776 году. Публичные казни в парке закончились на 1817-м, а выпуск коров был запрещен вот на 1830-м. Гулять там, конечно, можно и сейчас, но без коров какой в этом смысл? Вот если я попросил озвучить твоё камео в игре, блядь, я только... Друид, ты, блядь, пиздой нахуй слушаешь, или в чём твоя проблема? Нахуй я, блядь, объясняю что-то, если ты мне потом эту хуйню спрашиваешь. Отбегая. Отбегая. Значит, по-аре, сушить, по-аре, А если что, это пульс, это была вау, это была въезда, сушить. Это было жаркость. Надо прицепить твою, она была самая, и будет вау. Он чутьwell сделал, что было вауе. Я вижу, что я думаю, Так, жалко их В смысле, ну что поделать твою мать Нехуй было в армию идти Вот всем будет урок Ребята, как в армию ходить Я слышу пизду, но у меня ее нет Делайте выводы сами Ну все, что могут искать, отпусти свою мать А, здесь еще один форт Ебать Ну они его сейчас закроют Ну да Свои убили, блядь, найс Сократите дистанцию Да кого, блядь, алло Сократите дистанцию По деревьям не залезть Блядь, мы лазим просто по ебанутым вещам, но мы не можем залезть по дереву По дереву, блядь А, ну охуенно Убил, блядь, своего опять В жопу, блядь В жопу шпагу ему воткнул, ребята Смертельно Лута не кэпа А с них хуйня полная падает Там вообще нет ни денег, ничего Это не как во второй части Где ты лутаешь его А там, блядь, бабок дохуя Нихуя вообще нет Привет, КГК Хорошо, что я откосил такому случаю Не хочу быть убитым индейцем, ассасином В костюме сумасшедшего Рима Да, ребят, да Так и живем Так и живем Да, да, да Так и живем Еще опять сек Нет, не скажу регуляр Так давайте это пропустим Нам, блядь, не обязательно смотреть каждый раз Как выводят солдаты Нихуя не происходит Больше Уменьшение, кстати говоря, налогов на торговлю у нас произошло Только что Ну, блядь, лучше бы Ubisoft и, конечно, сделали Возможность телепортироваться по башням Это было бы просто Блядь, это гениальное, охуенное, удобное, пиздатое, лучшее решение Но 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 да Но похуй Четвертую добавили Пиздец, на самом деле, как до них доходит долго, да? Вот такие вот простые механики Вводить Которые, на самом деле Зависит даже не от времени А вот ты просто как бы Они просто понятны изначально Вот как будет лучше сделать Но они почему-то так долго до этого доходят Просто прям не могу Балбец, я хочу, чтобы ты перестал спамить, нахуй Иначе ты сейчас, блядь, улетишь в пизду у нас отсюда Научись деть писать, нахуй, но сообщение Ну, блядь, и че? Религия не позволяет дальше Понятно Спокойной ночи, нытик Почему караван не отправляю? Ну, может быть, сейчас отправлю караван? Хуй пойми Так, ну че, давайте к глашатому зайдем Блядь Ну, конечно, нахуй Они еще идеально знают идея Но что, ну что осталось уебищного здесь Конечно, это, блядь То, как за тобой Как на тебя агрятся чуваки Вот как было, блядь, уебищно в предыдущих частях Так и здесь, блядь Душат, нахуй Бегают бесконечно за тобой И реально легче просто всех убить, блядь Чем пытаться как-то там И вейдить Все это дерьмо Известность 3, блядь Глашатый, нахуй Он, хотя, боссался В штаны и съебался Блядь Блядь Блядь, ну понятно Все, за кого будут играть Никто не будет играть За блядьского нытика Дерево свобода Первый протест против факта О гербовом сборе Прошел под этим деревом В августе 1765 года Вскоре после этого К дереву прибили табличку Дерево свобода Существует мнение Будто бы это сделали для того Чтобы сдержать яры Собирающихся там масс Но по мне Так это с тем же успехом Можно назвать поле боя Так также можно назвать поле боя Поляной радости И братской любви И скрестить на удачу На удачу пальца В итоге На дерево установили Флагшток Чтобы поднимая флаг Вызывать народ На собрание На ветвях дерева Вешали чучело Нелюбимых публичных фигур Сыны свободы К тому же Вызывали к дереву Вызывали к дереву Словно в суд Тех, кого обвиняли В преступлениях Вроде поддержки Непопулярных британских указов Например, акта О гербовом сборе И чайного закона Идеи прижились Деревья И шесты Свободы Начали появляться В других городах В Нью-Йорке Развернулось Настоящее противостояние Сыновей свободы Оставивших Шесты И британских властей Убиравших их В точности Как муж с женой Не способны договориться О том Поднято Или опущено Должно быть Сиденье унитаза Англичане Всегда любили уничтожать То, что было По душе Повстанцам И продолжая эту славную традицию Солдаты И лоялисты Срубили Бостонское дерево В 1775 году Дерево пошло На дрова Которых в то время Вечно не хватало В современном Бостоне На месте Где росло это дерево Установлена памятная табличка Но само дерево Так и не заменили Вот вам и Пополняемость Природных ресурсов А мы воровать Больше не можем Все У нас У нас Мы все Стали праведными Ассасинами Да Здесь система поиска Уебищнее Чем в других Частях С первым уровнем Заполняется Желтый индикатор Со второго Сразу красный С третьего Они отправляют На те мгновенно Понятно Я говорю Здесь проще Просто бегать И ебашить их Потому что Нет Нет не хотел бы Банако Не на стриме Точно Не в какой же В какой же Жопе тут Листочка Ну конечно Бостон Гораздо Приятнее Да ребята Гораздо Приятнее Чем Фронтир Так И как мне Прочитать Страницы Альманаха Бостона Так Все Альманах Беда Боричарда На 1733 Выпуск Первый Ебать Пиздец Ту-ду Ту-ту-ту-ру Ту-ту-ту-ту-ту Любезный читатель Здесь я могу попытаться Вызвать К себе добрые чувства Провозгласив Что я пишу эти выпуски Не для чего иного Как для блага общества Но это было не искренне И кроме того Современники мои Слишком умны Для того чтобы быть Обманутыми таким образом Истина же в том Что я крайне беден И моя добрая жена Крайне гордаш И не может Как сама говорит Вынести Моего бездействия И наблюдать Как я бесценно Смотрю на звезды Не раз она уже Обещала мне Жечь мои книги И безделушки Так она называет Мои инструменты Если я не найду Им достойного применения На благо моей семьи Издатель же Обещал мне Значительную часть Выручки И потом я тотчас Начал исполнять Желание своей благоверной Мотив сей Выбудить меня В 133 года В 3 часа Маха приобретя его Вина у священника За ценности За ценности отцов Не дав и грош Поэтому сдается мне Эмот Надел фамильный Мигом Пропадет Продает Надел фамильный Мигом Продает Понятно Легкий кошель Тяжелое сердце Тот глупец Кто делает Своим наследником Своего врача Не бери себе жену Покуда нет У тебя для нее Дома и очага Люби от всей души Ругай от всей души 31 день С любимой моей Вдвоем На поцелуи мы играли И вроде бы за ней Должок Но вижу Что дождусь едва ли Сказала она Раз мы никак Раз мы никак К согласию С тобою не придем Свои поцелуи Сейчас получи А мои мне верни Потом Тебя, дорогая Мой любезный друг Давно восхваляют Все вокруг Прими же И от меня Скромный стих Могу ли я остаться Могу ли я Могу ли остаться Я в стороне Ведь даже враги Твои тем горды Что живут с тобой В одной стране 30 дней Раз Кэтрин Молвит мужа своему О, как тебя люблю Я, жизнь моя Ответил муж За искренность твою Без колебания Ручаюсь я Средь женщин Не найдешь Хоть обыщись Тех, кто не любит Собственную жизнь Кто много говорит Мало делает Кто много говорит Мало делает Богатый плут Все равно, что жгут Тогда лишь хорош Когда петлей Обовьешь Знаком, что без дружбы Дружба без силы Сила без воли Воля без результатов Результат без выгоды И выгода без добродетели Не стоит и ломаного гроша Кто любит смех Кто сторонится Всех Кому-то благо Кому-то скажет грех Кому-то невдомек И самому Что более всего Идет ему И обречен всегда На неуспех Кто хочет Осчастливить Сразу всех Ешь Ешь, чтобы жить А не живи, чтобы есть Март холоден А апрель дождлив И поэтому-то мая Лучший месяц из всех Благоболение великих Не предается по наследству Глупцы устраивают пиры А умные на них пируют Берегись молодого доктора И старого цирюльника Сменил одноглазого коня Да на слепого У бедных мало У нищих ничего У богатых слишком много И ни у кого В самый раз Коль за движением Солнца наблюдать А также за прибытием Луны Ты сможешь Новый день предугадать И даже При сиянии Звезд ночных Увидишь, что Рождается луна И сразу в облака Погружена Знай Возвещает ливень Месяц Тот он на поля Потоки Вод прольет За три дня В конец Устанешь от девки От гостя И от дождливой погоды Хочешь продлить жизнь Сокращать трапезу Золото украшает блеск Женщина украшает золото Мужчина украшает женщина Когда пиры прошли Устроитель Чешет в затылке Ну прикольный, кстати, альманах И прикольная пиздилка Пожалуй, от которой я съебусь Сорян, пацаны Так А это мы сейчас Не можем телепортироваться Да Понятно Сюда Что угодно Приятнее фронтира Блядь Да Бля, мне чем-то У меня, по-моему, музыка Опять забагала На фоне Опять эта музыка Ну Которая чем-то напоминает мне Заставочный скрин Меню Из Варкрафта Третьего Блядь Или что-то Из World of Warcraft Как будто я стою Блядь В начальной деревне Орков Нахуй Пиздец, блядь Дядь Реально Один в один Я не буду перезагодить в игру Потому что этот баг Постоянно у меня Постоянно вообще Дом Хэнкока и Кларка Дед Джона Хэнкока Преподобный Джон Хэнкок Построил этот дом В 1737 году Под Кларком Имеется ввиду Преподобный Джонс Кларк Живший там, когда началась Война за независимость Лично я бы назвал это здание Дом Хэнк Кларка Но не все же такие умные, как я Джон Хэнкок Заменитый политикой Его дед А Сэмюль Адамс Разгостили здесь у Кларка В ночь перед битвами За Лексингтон и Конкорд Уильям Доз и Пол Ривер Прибыли туда примерно в полночь С новостями о том, что к ним Движется британская армия Адамс и Хэнкок Перебрались в более безопасное место Хэнкок, похоже, сделал это неохотно Поскольку рвался на городской пустырь Драться с британцами Как и все остальные Что ни говори о людям Которые в полночь готовы Идти на пустырь Драться в рвении Отваги не откажешь Правда, этим они могли быть Обязаны паре кружек пива Что Можешь отметить В этой игре Ну, блядь, чувак Я уже 50 раз об этом говорил Я понимаю, что ты мог не слышать Мне уже лень пересказывать Блядь, в 100 миллиардный раз Одно и то же Поэтому я просто не буду тебе отвечать Нихуя Не обижайся Кстати Ни много ни мало Но Бостон потихонечку Подходит к концу, ребята Фронтир полностью зачищен А Бостона осталось Не так уж и много На удивление Так счет дам Так счет дам Наоборот, твой бак Самый охуенный Так в греху услышь Эмбиент Кстати говоря А, блядь Ладно, потом прочитаю Кстати говоря О музыке Это отвратительно Но в игре ее нет Это пиздец Это очень плохо Это, блядь, это так хреново Это, блядь, еще один Гигантский минус Этой части Вообще Третья часть Во многом Крайне неудачная Я скажу честно То есть она прямо вот Очень много Чего сделала Хуево Отправь караван Пока Бостон Защищает Да это надо В магазин же Идти Да я не знаю Нахуй мне деньги У меня 33 тысячи Мне кажется Мне и так На все хватит Уже, блядь Хотя Хотя, наверное И нет Понятно, блядь Нахуй ты-то Чумоня ебаная, блядь Прыгнула Не туда, куда я тебе сказал Да нахуй, блядь Если ты не можешь Залезть здесь Какой хуй ты, блядь Сюда залазь Блядь, господи Ебаный рот, блядь А, ты мо... Ну да... Ебаный... Нет, не может Это я как-то багом Нахуй ебанул Да Во Смог тут Можешь в морских заданиях Пойти на задание скидом Там дадут Топовую Саблю, блядь Если тебя, сука, еще спрашивал Нахуй об этом, чувак Твой бы совет был бы охуенен Вот эту саблю дадут Вот эту? Вот эту, блядь Ой, нахуй, советчики Ебаные, блядь Идите нахуй Реально, чат Советы мне вообще не нужны По этой игре Можете завалить ебало И ничего мне не советовать Нет, не интересно Абсолютно Блядь, тугие, нахуй Че-то, блядь Улучшить в этой игре С советами ебаными Нихуя не делают Лучше Такой же, но не ржавый Спасибо большое, сервер Ностальгия К чему агрессия С добрым утром Добро пожаловать К нам на стримы, блядь К чему тупорылые советы Такой же вопрос В мире очень не любят людей Которые лезут своими советами Когда их не просят, блядь Их пиздят все вокруг И су-то на их лица, блядь Так и здесь Все нормально Не просят Завали ебало Все очень просто Сиди Болтай Общайся Что-то обсуждай Но когда тебя не просят давать советы Не давай их нигде Ни в реальной жизни Никому Потому что твои советы Никому не нужны Пока о них не попросят Ты не на столь значимая персона Чтобы любой твой высер Внимать Так А, ну, естественно, бля Камера, вау И все это за Семьсот монет, наверное Блядь Чисто, блядь, разорвал ему, блядь, ебало Ходит легенда, ребят Что он до сих пор летает По городу Игра лучше стала? Ну, блядь, когда ты ушел из-за боссного фронтира Да Она стала гораздо лучше Музыка забагалась? Да Да, 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 да На все ответ Да Так, где можно совершить самоубийство? Подскажите, пожалуйста Любители тетради смерти Бдум Вот это, блядь, отсылочка, конечно Блядь, тебе нормально там, долбоеб, ты стреляешь? Я не вижу просто Я не вижу просто Господи, блядь Ну, куда я могу прыгнуть? А, во, все, вижу Все, они перестали меня искать Ходят легенды, что стримир перестанет токсичить четвертый Нет, токсичность, ребят, это мое второе имя Понимаете, это моя фишка, считайте Блядь, вот вчера я был таким токсичным Я так, блядь, хуесосил людей в игре Еб Левексаникус, красавчик Спасибо большое за возвращение платной подписки Короче, я вчера так хуесосил людей В общем, у меня был, у меня был винстрик, но в рейтинге Я ебашил просто, постоянно выиграл всю игру И потом три игры подряд проебал Блядь, это пиздец Я какой раз Замечаю то, что если в игре Оказывается, если ты оказываешься в команде Из пяти человек И в этой команде два или три чувака Это друзья Которые, типа, играют Блядь, это пиздец Блядь, это конченые, бездарные Ёбаные, нахуй, мразотные Уёбище, блядь Во всех трёх играх Я не знаю, как так получилось У меня команда брала по два АДК По два АДК Знаете, как у меня два АДК сыграли? Один девять, один шесть, блядь И хуесосили весь чат Два друга В другой команде было три друга Там было, значит, два пацана и тёлка одна У неё прям ник был Лера Там Лерочка, чё-то такое, блядь Короче, это шлюха, блядь Бездарная мразь, блядь Взяла АДК, блядь Сыграла чё-то там Один двенадцать Гнида, блядь Играла за Лесли Видимо, потому что ей, нахуй, персонаж Внешне нравится Блядь, как же я их ненавидел Как же, блядь, я их ненавидел Как же, сука, я их ненавидел Блядь Я всё делал, поверьте Для победы Просто пиздец Всё нахуй Всё, блядь Всё Я, я Я, какие же они бездарные Ебучие мрази Как я ненавижу играть в команде Когда попадаешь к двум-ктрём Ебососам, блядским, друзьям Они всегда играют хуёво И знаете, что самое хуёво? Если среди них есть баба Я не сексист Но, видимо, блядь, это как-то связано Может, они выделываются Или пытаются обратить её внимание Привлечь, играя вместе с ней Это полный пиздец, блядь Полный Это вся хуёво, нахуй Блядь, я не знаю, как это связано, блядь Но это пиздец Если ты видишь двух пацанов, нахуй Который играет, блядь, с бабой в команде Ой, блядь Это практически Не всегда, но практически всегда Это полный пиздец Контракт на убийство, кстати говоря Оп А вот и альманах новый Собрали Альманах бедного Ричарда Любезные читатели Ваше милостивое признание моих прежних трудов Водушевило меня продолжить писать Несмотря на то, что общее одобрение Которым вы любезно удостоили меня Возбудило зависть в одних и гнев ко мне в других Недоброжелатели сие Несмотря на всю ту хорошую репутацию Что я приобрел в точности Предсказав смерть другого человека Замыслили лишить меня её бесповоротно Заобщив, что я и сам Что и сам я никогда не существовал Они, по-просто говоря, утверждают Что такого человека, как я, нет И столь широко разнесли этот слух По стране, что его то и дело Передают лично мне люди Со мной незнакомые Лишить меня самой моей сущности И представлять меня в общественном мнении Как нечто несуществующее Не есть поступок достойный Доброго гражданина Но поскольку сам я чувствую, что я хожу Ем, пью и сплю То с удовольствием отмечаю Что я всё ещё существую Чтобы не утверждали Те господа В доказательство обратного Предположу, что моё удовольствие Разделяют и публика Ведь если бы меня не существовало Разве мог бы я общаться С печатных страниц К сотням обращаться К сотням читателей Как делаю это уже несколько лет Я не стал бы Не обращать внимания На подобные инсинуации Если бы враги мои Не стали с упоением Приписывать мои труды Моему же издателю Который, очевидно Столь же не горит желанием Брать на себя это авторство Сколь я Лишаться сопутствующей ему славы Следовательно Чтобы избавить его полностью От этого времени И защищать такие Также свою славу Я настоящим публично заявляю И полагаю, что мои слава Достойны доверия Следующее Всё, что я написал ранее И пишу в настоящее время Написано и пишется мной А не каким-то либо другим человеком Или группой людей Кем бы они Кем бы он или они не были Также Кого сие объяснение Не удовлетворяет Могу лишь посоветовать Прислушаться голосу разума Ниже следуют плоды Моих трудов В этом году Я представляю их Уважаемый читатель На твой суд И надеюсь Притом и на твою доброжелательность Что будет милости К грехам пера Труды сие Предназначены единственное В усложнении В услужении тебе И свою службу Будут нести преданно Если же им выпадет удача Порадовать хозяина Это есть И есть лучшие награды За труд Скромного Эр Сондерса Ты человек С досадой убежден Что рот наш Слишком слабым порожден А сперва подумай Позабыв про спейся Достоин ли ты Быть сильней чем есть Спроси у мироздания Коль готов Пристало ли быть Траве мощней дубов Еще спроси у звездной вышины Нормально ли Что земля крупнее луны Иные речь Так хитро повернут Что и не молвят Правду и не врут Подобное искусство Как по мне Среди людей Достойных не в цене Вот наш знакомый Смит Зарок дает Покуда мол Дышу Ни капли в рот Но смело Я могу предположить Что он Зажавший нос Продолжит пить Нелеп не тот Кто идет За плутом За плугом А тот Кто ведет себя нелепо Если ты знаешь Как тратить меньше Чем у тебя есть Ты овладел Философским камнем Хороший казначей Властелин Чужого кошелька Рыбы И гости Портится за три дня Сэм так жену По уху Приласкал Пять фунтов Доктор За лечение Взял Жена кряхтит Из зарядной Вышел счет Отныне Муженек То не побьет Отныне Муженек То не побьет Сэм Прямо при жене Кошель открыл И доктору Вот как Превозгласил Возьмите доктор Десять А не пять Вдруг вы понадобитесь Нам опять Тот У кого в роду Нет ни глупцов Ни нищих Отмечен редкой благодатью Прилежавший Прилежание Мать Удача Прилежание Да Прилежание Мать Удача Не делай того О чем сам бы не хотел узнать Ты можешь хоть весь мир заполучить Но ближнего тебе не изменить Ученых Путь Познание Увлек Глупец же рад тому Что недалек Богач доволен Златом в сундуках А бедный тем Что ждут на небесах Любой бывает Хоть чему-то рад А гордость вдохновляет всех подряд Не москваляй сверх меры Сидор Коня И супругу Богат не тот Кто много имеет А тот Кто многому радуется Видеть легко Предвидеть трудно Кто умеет хранить секреты Не скажет и того Что все давно знают Венцотворение Всего верней Познание Отличает от зверей На всем молодым Хочу я пожелать Все то Что им полезно узнавать Салон старел Не тратя даром дней Он знал Что время Золото ценит Ведь день Вчерашний Что успел уйти Не купишь Сколько денег Не плати Служанка твоя Пусть будет предана Сильна И простовато Лен Берегись от огня А молодежь От азартных игр На переговорах Нет ни друзей Ни родственников Восхищение Дочь невежества Старых пьяниц Больше чем Старых докторов Он увлечен Безмерно болтовнёй И постоянно Что-нибудь твердит Настолько сильно Любит голос свой Что трудно Его чем-то Перебить Уж раз себя он обожает Слушать Прикрыть ему не рот Пора А уши Узрите храбреца Схватил воображаемого льва И бежал от настоящей мыши Кто берёт себе жену Берёт и заботу Ни глазом в чужое письмо Ни рукой в чужой кошелёк Ни ухом в чужой секрет Кто покупает осмотрительно Приносит пользу Не только себе Но и другим Лекарство Как известно От врачей На вкус Чем горше Лечит Тем сильней Настой целебный Мог бы быть готов Из женских Источлённых языков Я лично Сколь бы мне Не размышлять А травы крепче Не могу назвать И муж Любой науки Ради вмиг Своей жены Пожертвует Язык Тот кто обладает Терпением Может обладать Всем чем захочет Теперь когда у меня Овца и корова Всем Все Мне желают Будьте здоровы Бог помогает тем Кто помогает себе сам Зачем краситься Краситься Жене слепца Охуенные кстати Альманахи На самом деле Блять Мне нравится пиздец Очень крут Спасибо А все как бы Мы без диалога Просто отправляемся На контракт Устранить его парня Тогда и поговорим Да Понятно Ну это где-то здесь Да Давайте дальше Кто вам еще Блять Так будет проходить Ну Кто будет так проходить Кто блять Кто вы Неблагодарные Кто И на этих стримах Нахуй почти никого Понимаете Вот где Где Что блять А вы еще сидите В чат не пишете Блять Пиздец нахуй Я реально как будто Блять стримлю нахуй один Я себя ощущаю Начинающим стримером Которого Смотрит блять Я и мой друг Ну то есть Я как бы сам себя смотрю И друг И я как бы такой Пытаюсь комментировать На фоне игру Хотя понимаю Что меня никто не смотрит Потому что я Надеюсь что Когда человек зайдет Он увидит мои комментарии И у него будет больше Шанса остаться Но потом я ловлю себя На мысли Насколько жалко Это выглядит Затыкаюсь Я выключаю стрим Иду плакать в подушку И потом смотрю Тетрадь смерти Беру галштук красный И становлюсь на школьный балкон Ну в общем то Дальше вы и так знаете Чат Представьте что я Начинающий стример Поздоровайтесь со мной Блять Спросите меня что-нибудь Давайте поиграем В ролевые игры Как во время секса Привет О привет Ребят Так рад что вы здесь Откуда вы пришли Спасибо Бля Ребят Ебать Давайте реально В чате В ролевые игры Поиграем Пиздец С ютуба Нихуя Как вы меня В ютубе нашли Да я стремлю Два года уже Ну да Зрители пока мало Че делать Меня тебя друг посоветовал Здорово Здорово Надеюсь ты останешься Да Нажимай фолло Подписывайся на группу Вконтакте Там анонс моих стримов Да Я рад любому Любому зрителю Я тебя где-то видел В криминальных сводках Братик посоветовал тебя Замечательно Твой братик явно имеет вкус Раз находится здесь И имеет тебя Ты рад что Я рад каждому зрителю Ребята Очень приятно Когда к тебе приходят На стрим И неприятно Когда не приходят Что в общем-то Логично Охо Это же первый донат Спасибо большое За 50 рублей Держи первый донат На развитие канала Спасибо большое Планирую купить себе Клавиатуру И вебку получше И мышку еще новую Вот чтобы играть Как киберспортсмен Спасибо Так Ха бля Простите Я матом обычно не ругаюсь Просто когда кашля У меня Бывает вырывается Я не знал Что ты можешь Так играть Заинтересован Так играть Заинтересованность Я бля Знаете что я Больше всего Играю Ребята И лучше всего Имитации Любви к вам Ну глумя и души Я ненавижу Каждого из вас И презираю Вас как низших Слои Как вас Как низших Людей Из Ниших Слоев Общества Это взаима Это взаима Значит это правда Не знаю Вдову Спроси Она все Сидит на могиле Бля Ну это пиздоболие Какая-то Ясен хуй Никакого кракена Нет Члену будешь Если ты Останешься И будешь Моим зрителем Да Ого Только зашел А уже модер У меня Автомодерка Выдается Пришли почтить его Вы первый Нет Друзей у него не было Неудивительно Люди не понимали Он был хорошим торговцем И мужем Я была с ним Очень счастлива Это ваш Это Это охуительно Важный комментарий Вау Первая подписка Нихуя У меня уже партнерка Есть Спасибо большое Ты рад Что на тебя Дросят 40-летние мужики После завода Блядь Я ради этой аудитории Работаю Нет ничего Отвратить мне Этой аудитории Они полные Похуисты Воняют говном Блядь Их ничего в жизни Не интересует И они фактически На грани суицида Все что их оставляет Останавливает То что у них Руки заняты Баклажками пива Так что Я обожаю Эту аудиторию 40-летние мужики С завода Это лучшее Что может быть Мельничный пруд Здесь располагалась Первая и довольно долго Единственная в Бостоне Мельница Владельцы закрыли пруд От реки Чарльз Оставив только небольшой канал Входящий в океан Дважды в день Приливы с бостонской гавани Наполняли канал Вращая жернова мельницей Разумеется Вода в перекрытом пруду Стала стоячей Поскольку в нее Слебались точные воды А также выбрасывали Мусор и мертвых животных Она была довольно грязной И откровенно говоря Вонючей Незадолго до начала Нового века Город решил Что с этим надо что-то делать Вместо того Чтобы вскрыть плотину И вычистить пруд Застройщики решили Что на пруду Можно возвести дома И как следствие Заработать деньги Заполнив его землей Срытой с вершины Беконхилл Именно так они и поступили Строим дома Поверхосточной канавы С начала столетия Какой чудный мог бы быть У них рекламный слоган Продолжение следует...